Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. В танцевальную студию «Ритм» Даниэла привела психолог детского дома. Кристина занимается здесь уже два года и знает, что Дана очень любит современные танцы. Более сложную поддержку сделай. Хорошо. И молодец. С правой ножки шагаешь, на правой ножке поворачиваешься, на ножки собираешь. Левый шагаешь, поворачиваешься, собираешь. Правый – поворот, левый – поворот. Раньше Даниэла занималась спортивными танцами. И сейчас ей явно не хватает того темпа. На паркете девочка чувствует себя вполне уверенно. Новые движения даются ей легко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вращаешься, семь, восемь. С два, три, куда? Тренер Борис Ильин выбрал для ознакомительного занятия хастл. Этот танец для вечеринок и дискотек, несмотря на название, российская разработка. Его придумали в Московском госуниверситете в 1980-х годах. С тех пор он получил мировое признание. Но по-прежнему лучшими исполнителями хастла считаются россияне. Проведем. Идем. Поворот. На-за. Умничка. Повторим предыдущий вариант. Тум. Пам. 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 Даниэла – она достаточно пластичная девочка. Она легко обучается. При этом она, в принципе, слушается партнера. Я считаю, что стоит продолжить занятия, потому что танцы – это одно из самых… Танцы – это такое направление, развитие, оно очень гармоничное. По ее собственному признанию, Даниэла любит танцевать, петь, слушать музыку и делать людей красивыми. Недавно она освоила технику современного маникюра. Не только подруги, но и сотрудницы центра доверяют Даниэле свои руки, выступая в качестве моделей. Это красиво. Увлекательно. В будущем будет. Ну, если, допустим, я захочу нибудь работать, мне киристы, допустим, пригодится это. Нашли обрабатывали ногти. Потом наносили базовый лак, укрепитель. Все как в настоящем салоне, даже разговоры. Всем известно, что косметические процедуры располагают к задушевным беседам. Еще для счастья Дане нужно научиться ездить на мотоцикле и чтобы рядом всегда были друзья. И интересно общаться с людьми, у которых самые разные увлечения. Гулять с друзьями люблю. У меня кто-то танцами. Кто-то на бокс ходит. У меня подружка из рта на бокс ходит. Вот. Кто-то поет. Саша в художку ходит сюда. В детском доме Дана поселилась недавно, но успела подружиться и с ребятами, и со взрослыми. Творческая, активная девочка. Она очень ответственно относится к мероприятиям, помогает в выступлениях. Было бы хорошо, если бы в ее жизни появился наставник, который помог бы ей смотреть на мир другими глазами, помог бы ей расширить кругозор. Через два года Дана закончит 9 классов и отправится в самостоятельное плавание. И хорошо бы к этому моменту встретить людей, которые помогли бы ей сориентироваться в нашей непростой, но такой интересной и такой насыщенной жизни. Я хочу такого наставника, чтобы поддерживал все время. Какая бы ситуация ни была, чтобы поддерживал постоянно. В чем-то помогал. Настраивал, допустим, на каком-нибудь... Если, допустим, будет цель, помогал добиться этой цели. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 Или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС — 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта Министерства образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова